В магазине товаров для дома, расположенном у остановки Уссурийская, днём понедельника продавцы торговой точки задержали мужчину подозреваемого в серии «Краш сковородок». Посетитель в этот раз стянуть с полки приглянувшийся ему товар попросту не успел. Когда он вошёл в магазин в сопровождении товарища, продавцы насторожились. Это лицо им было хорошо знакомо. Подозреваемый ходит к ним с начала года. Причём в оба магазина, торгующие корейскими товарами. То, что он украл у нас сковородку, мы обнаружили, смотря видеонаблюдение в нашем магазине. Потом он пришёл сюда, на Волочаевскую, где-то, может быть, число 10-11, наверное, да? А он как в домах. Как в себе домой ходит и ворует на сковородку. Камеры наблюдения, установленные в магазине, запечатлели первую кражу. Посетитель берёт с полки товар, придирчиво его осматривает и без лишних колебаний прячет сковородку под куртку. Так он берёт самые дорогие сковородки у нас, керамические, чем большие, он ещё разбирается. Ну, конечно, получается, что да. Эта запись стала вирусной среди продавцов обоих магазинов. С тех пор мужчина приходил ещё два раза. И хоть за ним и следили, утащил ещё две сковородки. В четвёртый раз в магазин мужчина пришёл вместе с напарником, который пытался отвлечь консультанта. Просил показать ему ножи. План не сработал. Одна из продавцов, набравшись смелости, подошла к подозреваемому вплотную и задала наболевший вопрос. Он мне говорит, за какими сковородками? Говорю, пойдём, я тебе покажу, за какими сковородками. Он пошёл, я ему пошла показывать сковородки, потом я ему показала, и мы пошли к директору. Я говорю, вот теперь, говорю, расскажи, говорю, директору, сколько ты украл, говорю, на сковороде. Женщины окружили визитёра. Его подельник сбежал. А чтобы предполагаемый вор не последовал за ним, у дверей встал ещё один сотрудник магазина. Естественно, девочки тоже заметили знакомое лицо. Начали спрашивать, когда он собирается вернуть сковородку. На это он даже не отрицал. Предлагал деньги, пытался откупиться. Давайте без милиции обойдёмся. Всё, особо не сопротивлялся. Подозреваемого доставили в третий отдел полиции. По предварительным данным, ущерб составил 6 тысяч рублей. Этой суммы вполне достаточно для возбуждения уголовного дела. С места происшествия Юлия Зима и Павел Рогатин.